МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 21 ноября 1944 года. 1249-й день войны. Сегодня в Балтийском море на острове Саарима наши части прорвали укреплённую оборону противника и овладели населёнными пунктами Рахусте, Каймри, Нисума. Авиацией Балтийского флота в районе Мемеля потоплен немецкий транспорт водоизмещением в 6000 тонн. В Венгрии войска Красной армии заняли населённые пункты Филдедре, Кишнана и железнодорожную станцию Верпелет. Войска 3-го Украинского фронта разгромили на территории Югославии части эсэсовской дивизии «Принц Евгений». Четвёртый Украинский фронт. В ходе ожесточённых боёв 95-й стрелковый корпус нашей 18-й армии наконец-то прорвал фронт обороны противника и к вечеру вышел к шоссе Чоп-Михалевце, подрезая тыловые коммуникации противника. Второй Украинский фронт. В этот день неожиданным для врага и сильным ударом наша 46-я армия с четвёртого раза наконец-то форсировала Дунай и захватила южную часть огромного острова Чепель, примыкающего с юга к окраинам Будапешта – Албания. В этот день албанские партизаны освободили столицу страны – город Тирану. В Ленинграде трудящиеся красильно-ткацкой фабрики имени Желябова выполнили годовой план на полтора месяца раньше срока и обязались до конца года изготовить ещё 550 тысяч метров ткани сверх нормы. Сейчас готовится к пуску красильный цех. Уже в декабре ткачи произведут сотни метров цветной ткани.